Я, как официальный нелюбитель европейцев на этом канале, скажу, исходя из того, что удалось прочитать в интернете, практически все они одинаковые. То есть хочется в такой машине ездить в пиджаке, в рубашке, при том, что он не суперкрутой какой-то, он прям обычный. Когда вы хотите купить автомобиль выгодно, при этом не прогадать, то присмотритесь к Японии. Сегодня поговорим об одном из таких автомобилей, поэтому встречайте красотку Audi A4 на правом руле из Японии. Привет, друзья! С вами Сфера Кар. Сегодня осветим очень важный вопрос. Какой автомобиль можно привезти себе из Японии, если вы хотите седан среднего представления? То есть не совсем представительского класса, а такой типа класса C. Среднего представления седан, я его назвал. При этом нужно уложиться в бюджет, допустим, около 2 миллионов рублей. Если бы меня спросили об этом примерно год назад, я бы сходу сказал бы Honda Accord CR7. Четкая тачка, достаточно симпатичная. Если вы живете за пределами Дальнего Востока, будете выделяться 100%. Гибридная, технологичная, еще и мощности, в принципе, с запасом. Но с учетом последних событий, когда автомобиль стал так называемым санкционным, стоимость его сильно подорожала. Как, в принципе, и у всех автомобилей в классе среднеразмерных седанов. Камрюха сейчас у нас улетает по бюджету, Accord улетают. Поэтому очень многие, особенно ребята с Запада, еще прошлым летом обратили внимание на праворульных европейцев. Сегодня поговорим об одном из таких автомобилей. Поэтому встречайте красотку Audi A4 на правом руле из Японии. Итак, друзья, о европейцах на правом руле в целом пару предложений буквально скажу. На самом деле, действительно, с прошлого лета, наверное, когда курс доллара упал до 60 рублей, практически очень много любителей европейцев, все и Бэхи, и Мерси, и Аудюхи, и Фольксвагены, все обратили внимание на то, что с правым рулем из Японии такую машину можно привезти дешевле, но ничуть не хуже. Конечно, остались ребята, которым расположение руля действительно принципиально. Для таких всегда есть что подобрать в Корее, но когда вы хотите купить автомобиль выгодно, при этом не прогадать ни во внешке, ни в техничке, ни в принципе в тех опциях, которые на самом деле дает европеец, то присмотритесь к Японии. Поэтому очень много европейцев на правом руле пополнили российские дороги. Вот так вот скажу. Очень долго пытался сформулировать это предложение. На самом деле за этот год мы привезли действительно кучу Мерсов, несколько, наверное, десятков BMW абсолютно разных. И кроссоверов X-серии, и троек, и пятерок, и X1 даже была. Я, как официальный нелюбитель европейцев на этом канале, всегда говорил, что из них больше всего мне нравятся Аудюхи. Немножко разобравшись в этом вопросе, потому что машин стало действительно много подобных, могу сказать, что в целом практически все они одинаковые. Давайте разбираться конкретно в этой малышке. Начнем по порядку, как всегда, с внешки. Друзья, коротко по внешке Морда. Абсолютно сразу же узнаваемо. Я думаю, нет такого человека вообще среди всех, кто относит себя к любителям японцев, европейцев, кого угодно, кто не узнает эту тачку. Во-первых, сразу же бросается в глаза огромная решетка, которая, кстати, сейчас, наверное, подчеркивает морду автомобиля любого бренда. Это вот этот гигантский Рэйби Род. Что у Тойоты, что у европейцев, китайцев сейчас тоже самое повторяют. Лексус вообще превзошел всех, просто убрал бампер, оставил одну решетку огроменную. Я, конечно же, имел в виду изначально вот эти четыре колечка, которые визитная карточка. Это, наверное, самый узнаваемый логотип среди всех автомобильных брендов. Ребенка трехлетнего спроси, что значит четыре колечка, он скажет Ауди. Ну, лично я бы сказал. Вот. По внешке это стандартные черты обычного среднеразмерного седана. Морда абсолютно классическая. Выделяются вот эти вот стрекозинные фары четырехсекционные. Здесь обычные фары, естественно, современные диодные и адаптивные, как это принято говорить. Но конкретно вот эту вот спортивную строгость бренда, они подчеркивают и выглядят здесь максимально. Многие скажут, многие любители японцев, потому что все еще есть. Я этому очень рад, что в нашем канале есть прям фанаты. Не надо снимать европейцев, давайте, пожалуйста, Mark X. Так вот, на Mark X в последнем поколении, в 130-м кузове, в GR-версиях, вот подобного рода фары установлены. Прям очень похоже именно по силуэту. Многие думают, что скоро японцев вообще не станет. На самом деле это все неправда, друзья. Японцев мы все равно возим и возим их 95%. И будет это всегда. Как бы китайцы активно не пытались нам помешать. Ладно, пойдем разбираться с аудюхой. А вот по боку нельзя сказать, что это офигеть какая узнаваемая тачка. Возьми любого европейца, возьми Volkswagen Golf или Passat. Внешне по борту выглядят одинаково. Точно так же, как и по задней части. По задней части также ничего выделяющегося нет. Кстати говоря, третий раз обойдя машину, я понял, что и по задней части она действительно похожа на Mark X тоже. Поэтому, в принципе, если убрать логотип Audi, то она вполне сойдет за обычную тачку. Вы знаете, это прям идеальный автомобиль для тех, кто не хочет выделяться из толпы. Тачка выглядит круто, строго, симпатичная. Нельзя сказать, что она какая-то неказистая, но ничего такого из ряда вон выходящего. Друзья, подводя итог по внешке, хочу, чтобы вам не показалось в конце, что она мне не нравится. Тачка реально очень красивая. Эта тачка для тех, кто уже пережил вот этот юношеский максимализм, хочет чувствовать себя уверенно вот этой вот городской строгости. Прям идеальный стильный аксессуар за недорого. Давайте глянем, что у нас под капотом. Здесь 1,4-литровый турбовый двигатель на 150 лошадиных сил. Этот мотор никого, я думаю, не удивит, особенно тех, кто смотрит нас с западной части страны. Они ставятся вообще практически на все. Если я не прав, пишите комментарии, что ты говоришь. Везде вообще на все ставятся абсолютно другие моторы 1,4 турбо. Просто я никогда не скрывал того, что абсолютно нифига не соображаю в этих европейцах. Но 1,4-литра, CVN называется двигатель, выдает 150 лошадиных сил и 250 ньютонов метров крутящего момента. Есть еще несколько вариантов 2-литровый и 3-литровый двигателя. Но именно 1,4 получил максимальную популярность и актуальность в нынешнее время. Во-первых, это маленькая пошлина таможенная, которая составляет весомую, так скажем, часть общего бюджета, общей стоимости автомобиля. Во-вторых, это то, что машина не санкционная и никаких дополнительных сборов за то, чтобы такую машину вывезти, никто с вас брать не будет. 250 ньютон метров, они очень сильно ощущаются. Здесь у нас стоит знаменитая роботизированная коробка ваговская, которую все очень любят, кто-то не очень любит. Здесь вообще проблем никаких в управлении я не ощутил. Единственное, ну, при трогании с горки, конечно, она дает знать о том, что это не автомат, не вариатор. Друзья, не буду рассказывать про какие-то болячки, какие-то особенности этого мотора, потому что не знаю, скажу, исходя из того, что удалось прочитать в интернете, особо никто не жалуется на эти моторы. Мощности завались. И вот это вот самое важное для российского человека составляющее, вот эта композиция цена-качество, здесь, мне кажется, соблюдена на все 100%. Погнали дальше. Очень важная информация, при том, что не все здесь со мной согласны. О клиренсе. Это дорожный просвет. Мы живем в России, и здесь важно знать, сколько, блин, сантиметров у тебя есть запаса. Особенно, если это вот такая тачка, которую шоркать обо всякие бордюры, перекаты и так далее. Ну, блин, реально жалко. В общем, друзья, дорожный просвет у автомобиля 120 миллиметров. Это на один сантиметр меньше, чем у Леворга, который мы называем низким постоянно. Но благодаря тому, что у нее очень короткий передний свес, вот именно этот небольшой свес позволяет в городской реалии штурмовать вот ее спуски и подъемы. Естественно, где-то по внедорожью, по колдобинам, по всему остальному носиться на такой тачке, но будет как минимум некорректно. Не говоря уже о том, что у нее очень сбитая подвеска, хоть она и считается независимой. Да, у нас многорычажка спереди и сзади. Но, тем не менее, эта тачка будет комфортна 100% на асфальте. Садясь за левый руль с правой стороны, вы должны помнить минимум две вещи. Во-первых, в том, что педали у вас находятся с тех же сторон, что и с левым рулем. Справа газ, справа тормоз. Реально есть клиенты, которые мне задают вопрос, а на праворульных машинах что педали с другой стороны стоят? Нет. Так же стоят газ, справа слева тормоз. Это классно, что приходится объяснять такие вещи. У вас поворотники находятся посередине салона, то есть с левой стороны, так же, как и на леворульном автомобиле. А дворники находятся ближе к двери с правой стороны. И это, как минимум, будет казаться вам чудным. Вроде вы сидите справа, а переключателями пользуетесь, как на леворульном автомобиле. Это вообще все неудобства, которые вы ощутите, пересаживаясь с леворульной Audi на праворульную. Все остальное, друзья мои, то же самое. И сейчас выключились все, кто знает все про Audi. А все, кто не знает все про Audi, будут слушать дальше. Потому что вот такую штуку, где вы еще найдете? Прикол, абсолютно вручную регулируемая атаманка. Сидушки, сама форма вот этого, очень сильно напоминает офисный стул. Что, опять же, придает вот это вот ощущение, что ты находишься в офисе. То есть хочется в такой машине ездить в пиджаке, блин, в рубашке. Почему-то, даже не говоря о том, что, несмотря на то, что это не самый жирный S-класс, это седан, ну, грубо говоря, переводя на японцев, класса Камрюхи. Наверное, даже чуть меньше, наверное, класса Алиона, просто напичканный разными опциями. Но здесь до такой степени все сделано вот это официально, строго и серьезно, что, ну, прям, не хочется лишний раз, знаете, пошлые шутки шутить в такой машине. А мне всегда хочется такие шутки шутить. Так что вот здесь я конкретно чувствую себя не в своей тарелке, но мне нравится. В такой машине хочется исправляться. По эргономике. Внешне, естественно, меня все устраивает. И нет, наверное, такого человека, который скажет, что в Audi дерьмовые салоны. Все строго, материалы все в порядке. Мне понравились скрытые диодные подсветки. Вот эти вот, опять же, пасхалки строгости, я так назову. Вот эти, знаете, то время, когда люди ходили либо с телефонами Siemens, либо с телефоном Samsung. При том, что Siemens, он всегда был такой разноцветный, молодежный и веселый. А Samsung был такой более строгий для серьезных людей. Типа бизнес-класс. Вот здесь все гласит о том, что этот автомобиль бизнес-класса, какого бы класса по факту он не был. Я надеюсь, вы меня поняли. Минимальное количество хромированных элементов, оно здесь так в тему, как ни в тему ни в одном, блин, харьке. Хотя я никогда не ожидал, что схожу. Вот. По опционалу, естественно, здесь есть все. Нет смысла перечислять количество опций. У нас стандартный селектор, да, это у нас роботизированная коробка, напомню. Это переключается, как на бэхе, передняя вниз, задняя назад. Есть возможность переключить, да, двумя нажатиями в спортивный режим и пользоваться лепестками. Для тех, кто любит ощущать вот этот вот драйв от езды, эта опция будет полезна, особенно с утра, когда вы летите на работу, через пробки вот так вот погонять, немножко взбодриться. Вот такая тема. Здесь у нас расположен вот такой монитор. Очень сильно напоминает, на самом деле, магнитолу, аудиосистему, сейчас принято говорить, на Мазде. Такого же типа крутилки, очень мне которые нравятся в Мазде. Но здесь они мне нравятся намного больше, потому что они сделаны прям еще более строгими, без каких-то лишних люфтов, без лишних вот этих вот пластмассочек и так далее. Еще сильно порадовало управление климатом. Вот эти штуки, которые по факту являются сенсорными, но в то же время остаются кнопочками. То есть вы только докасаетесь до кнопки, она уже предлагает вам всю ее опциональность. Что выбрать там? Два режима работы кондиционера, переключить зоны управления печкой или выключить все это дело. Четко, реализовано, комфортно и по факту, что самое главное, эта тачка будет радовать глаз. И мой глаз она бы радовала реально очень долго. То есть привыкнуть к такой штуковине, чтобы она надоела, стала скучной, ну это надо года два минимум. Так что я бы от такого салона реально кайфовал. При том, что он не супер крутой какой-то. Он прям обычный, строгий, но вот ничего лишнего и добавить особо нечем. Кроме вот этой штуки, серый, обитый тряпкой потолок и вот эти боковые стойки, реально хочется закатать в черный, обтянуть какой-нибудь алькантарой, я не знаю, покрасить. Но вот это реально прям вот на который обращаешь внимание. Косячок, так скажем. А все остальное пушечно. Про заднюю часть особенно сказать нечего. Здесь опять же вот этот эффект офисного стула, при том, что на пассажирском месте он кажется странноватым немножко. То есть мне сидеть здесь жестко. В японках, наверное, во всех было бы намного покомфортнее. Может быть это от того, что у нас автомобиль еще новый, непродавленный, непросиженный, так скажем. Но, знаете, есть такое ощущение немножко, при том, что у нас практически в 90 градусов угол спинки задних сидений и отрегулировать его никак нельзя. Ощущение, знаете, чего? Что эта тачка, блин, для двоих людей. То есть сзади посадить случайных пассажиров, либо детишек. Хотя у вас есть управление климат-контролем, у вас есть опции подогрева заднего сидения. Но расслабиться пассажирам в дальней поездке в таком салоне сзади будет как минимум сложновато. Вот, хотелось бы сзади немножко покомфортнее. По традиции глянем багажник, друзья. Это нифига себе, хочется сказать. 480 литров объем багажника. И исходя из того, что это, блин, среднеразмерный седан. Не сильно лез, но мы сейчас только что отозвались о комфорте для задних пассажиров. Но багажник просто огроменный. И лично я бы сделал чуть-чуть наоборот. Уменьшил багажник и спинку задних сидений сделал покомфортнее. Но не дебилы же собирали этот автомобиль и знают, что багаж намного важнее, чем комфорт задних пассажиров. Которых вообще в этих тачках, я так понял, никто не возит. Итак, друзья, подытожим. Как вы поняли, особо нечего много рассказать про этот автомобиль. Потому что он до боли ужаса обычный. И на мой взгляд, и на всех остальных никого с седаном среднего класса от Audi давным-давно не удивить. Но, учитывая, что эта тачка 2019 года с пробегом 35 тысяч километров. И эта тачка, ну, нифига не масс-маркет. То есть, это реально стильный, солидный и достаточно престижный седан. Обошелся всего лишь в 2 миллиона, в 1 миллион 950. С пробегом 35 тысяч километров. То это вот такая покупка. По качеству этот концерн давным-давно не проблем. Да, он и не был никогда проблемным. Да, хоть сколько стереотипов ходит про BMW, сколько там нюансов есть про Volkswagen, про все остальное. Хотя Audi и Volkswagen, да, это практически одно и то же. Для тех, кто не знал. Вот. Конкретно про Audi плохо никто не говорил никогда даже в Владивостоке. Что странно. Кого из конкурентов можно рассмотреть? Если говорить про японцев, чисто это, ну, наверное, все-таки примяха, которая в последнем рестайлинге довольно-таки неплохо выглядит, во-первых. А во-вторых, именно цена, качество и надежность, да, про кого сказать, как не про Toyota. Камрюха, да, четко, красиво, современно из Японии можно привезти на правом руле гибридную двух с половиной литровую и 105 киловатт вам еще будет в догонку. Но по бюджету, друзья, это больше, это, ну, порядка двух с половиной миллионов сегодня, с учетом того, что автомобиль запрещен к вывозу из Японии. Вот. Но Toyota Crown все-таки мы положим, что это седан немножко другого класса уже, да, это задний привод, это больше размер, больше люкс. Ну, и Crown есть Crown, друзья. Вот. Если говорить о такого плана автомобилях, мы не так давно снимали Volkswagen Arteon, да, обновленный, более люксовый пассажир. На мой взгляд, тоже вполне себе интересный автомобиль, достаточно четко себя показал, есть различные варианты по бюджету, тоже около двух с половиной миллионов. Можно привезти Mercedes C-класс у нас сейчас стоит, недавно растаможилась C-шка, купешка, кабриолет, тоже скоро будет, наверное, обзор. Факт не в попад, расход по каталогу 6 литров. И помните, что в Японии, в Арабских Эмиратах, в Китае, Корее и даже в Соединенных Штатах Америки есть идеальный автомобиль для каждого. И, возможно, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и до новых встреч. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.